Итоги уходящего понедельника Как это было? Влетел в стоящее авто. На интернациональный водитель Фольксвагена не справился с управлением. На скользаке уже пошла сюда, занесла ее. Есть ли жертвы? Незваные гости на предприятии города бойцы МЧС ликвидировали осиное гнездо. Берется мешок, размещается гнездо, срезается острым предметом. Можно ли самостоятельно обезвредить насекомых? А также вторая ковид-волна, спасенная косуля и осенние капризы. Штормовое предупреждение из-за дождей и гроз объявлено на вторник. Что будет дальше? Молитва, которая объединяет накануне Бобруск, посетил патриарший из Арсии Беларуси Вениамин. Митрополит Минский-Сославский провел службу в Кафедральном соборе, познакомился с Центром Покрова и Православной гимназией. О том, как это было, смотрите сейчас. Воскресенье 8.50. Десятки верующих собираются в главном храме города, Кафедральном соборе святителя Николая. Служба в этот день праздничная у двойни. Воздвижение животворящего креста Господня и приезд патриаршего экзарха всея Беларуси Вениамина. Напомним, 6 сентября святейший патриарх Кирилл возвел епископа в Сан-Митрополита. Божественная литургия прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Внутри Кафедрального собора яблоку негде упасть. Это неудивительно. Многие хотят лично поприветствовать главу Белорусской церкви. Священнослушители отзываются о новом экзархе, как о большом молитвеннике и чутком духовном отце. Митрополит Вениамин совершает божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его преосвященству помогает епископ Бобруйский и Быховский Серафим. На службе присутствуют и первые лица, в их числе председатель Бобруйского горисполкома, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Беларуси. По завершению службы патриарши экзарх всея Беларуси Вениамин и епископ Бобруйский и Быховский Серафим обращаются к прихожанам. И сегодня слышали слова святого апостола Павла из послания к Галатам. Я живу верой в возлюбившего меня, Сына Божьего и предавшего себя за меня. И теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот эти слова должны быть словами каждого из нас, потому что Христос – это любовь, это прощение, это жертва, это мир. В подарок митрополиту Вениамину епископ Бобруйский и Быховский преподносит икону святителя Нектария Эгинского, одного из самых почитаемых святых в православном мире. Следующей остановкой в маршруте Владыки становится Центр поддержки семьи, материнства и детства Покрова. Митрополит знакомится с его работой, общается с прихожанами и обсуждает дальнейшие этапы развития. После духовная делегация направляется в православную гимназию Бобруйска. Пусть вам Бог помогает. Примите каравай, на праздник приглашаем. Ваше превосходительство, господин Сырченко. Спасибо. Гимназия открылась в 2007-м. Она стала правильным примером реализации договора о сотрудничестве Белорусской православной церкви и Министерства образования. Митрополит заглядывает на урок детям, вручает сладкие подарки. После всех гостей ждет концерт. Митрополит отмечает, после назначения на столь высокий пост, он должен ознакомиться с работой всех епархий Белоруссии. Знаю о том, что многие проекты и в социальной сфере, и в образовательной сфере, они на очень высоком уровне в Бобруйской епархии. И задача в том, чтобы все лучшее, что есть в епархиях, постараться еще раз увидеть, переосмыслить и потом этот опыт приложить в пределах всего экзорхата, чтобы был такой живой обмен и движение вперед. Это основная задача. Прежде всего, конечно, это совместная молитва, которая объединяет, вдохновляет и помогает нам понимать лучше друг друга. Я, честно говоря, приятно удивлен тем, что делается в Бобруйске. И, наверное, кое-что, может быть, я буду предлагать и у нас в Молдове. Потому что вот такие примеры, которые я вижу здесь, они действительно помогают людям становиться другими. И особенно в это очень непростое время. По завершению концерта митрополит и дети запускают в небо воздушные шары. Символ веры в светлое будущее. Максим Кеми, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Необычный звонок поступил на пульт спасателей в субботу вечером. О ЧП сообщили очевидцы. На кладбище по улице Комбинатской застряла косуля. Животное зажало между прутьев металлической ограды. При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС освободили парнокопытное. Оно не пострадало. Еще один звонок на номер 112 поступил через 4 часа. На Жлобинской загорелся жилой дом. Когда спасатели приехали на место ЧП, строение уже вовсю полыхало. Бойцы МЧС развернули рукава и прибили пламя водой. Огонь повредил крышу, стену и перекрытие. Спасены рядом стоящие постройки. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Поправки в Конституцию. Линия Белайс и запас гречки. Урожай культуры в 2020 превзошел прошлогодний. Насколько? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию. Их можно отправить по электронной почте закон собакахаус.гов.бай до 25 октября. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей. Белайс получила седьмую линию связи с энергосистемой. Линия протяженностью 250 километров связала высоковольтное распорядительное устройство Белорусской АЭС с подстанцией РОСЬ, обеспечив тем самым передачу энергии от атомной электростанции в западную часть энергосистемы республики. Это самая протяженная линия электропередачи в энергосистеме Беларуси. В 11 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. В некоторых регионах есть определенные условия не заезжать на машине и не ходить по молодым войнам лесам. За нарушение можно получить штраф до 25 базовых величин. В Могилевской области в Стоплисте нет. Более подробной информации на сайте Минвесхоза. В Беларуси намолочено 30 тысяч тонн бричихи. Это в два раза больше, чем в 2019-м. Осталось убрать 5% культуры. Работу завершили Брестская и Гомельская области. В остальных регионах остаются считанные гектары. Белавия стала участником отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19. Ее разработали Европейское агентство по безопасности полетов, а также Центр профилактики и контроля заболеваний. К хартии присоединили 46 аэропортов и 50 авиакомпаний, которые нацелены на обеспечение безопасности пассажиров во время пандемии. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бавруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон в горячей линии на ваших экранах. На интернациональной произошло ДТП. Водитель не справился с управлением. Volkswagen Passat въехал в припаркованные автомобили. На место аварии выехала и наша съемочная группа. Это ДТП случилось в начале первого часа. Volkswagen двигался по интернациональной. В этот момент с парковки магазина выскочил Fiat. Водитель немца не справился с управлением. Я по тормозам нажал. У меня машина так и дорога скользкая. На скользаке уже пошла сюда, занесла ее. Volkswagen врезался в припаркованные Toyota и Citroёn. В момент столкновения в авто никого не было. Случившимся владельцы машины узнали постфактум, когда уже вышли из магазина. Больше остальных пострадал Passat. Перед немца теперь, как говорится, просто всмятку. Остановление потребует больших вложений. Владелец Volkswagen недавно получил права. Возможно, это и сыграло отрицательную роль. В результате с трем автомобилем были причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы ГАИ предупреждают. Осень – благоприятная пора для аварий. А дорога – зона повышенной опасности. Только за прошедшие выходные в стране произошло 24 ДТП. В них погибли 7 человек. 24 – травмированы. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Есть вакансия. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского госполкома приглашает желающих на подработку. Здесь ждут работников на уборку опавшей листвы с улиц города. За день заплатят 20 рублей. За направление на общественные работы обращаться по адресу Гоголя, 7, кабинет номер 6. Подробности по телефону 70 95 34. В стране выздоровели выписаны свыше 75 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зафиксированы более 80 600 человек с положительным тестом. Специалисты провели без малого 1 млн 950 тысяч исследований. Такие данные приводит Минздрав. Получившие российскую вакцину от COVID-19, белорусские добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает Минздрав. По информации ведомства, осложнение не зафиксировано. На сайте здравоохранения узнал, в какие поликлиниках вообще будет проводиться данная вакцинация. Ну и узнал через справку номер регистратуры, позвонив сюда в поликлинику, можно ли стать добровольцем. Для себя, ну как бы я человек особо как бы не болею, но и хочется, конечно, как эта пандемия во всем мире, хочется, чтобы не затронула меня и чтобы я никого там не заразил. Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса, которая уже началась. Отработаны алгоритмы оказания медпомощи. Есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Кучного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Незваные гости и паврусские спасатели ликвидировали осиное гнездо на одном из предприятий города. Насекомые успели ужалить несколько человек. Обошлось без последствий. Убрать осиное гнездо отмечают спасатели можно и самостоятельно. Для этой процедуры нужно правильно одеться. Обязательная защитная сетка пчеловода, ватная куртка и брюки или плотно застегнутая одежда. Пятипалые перчатки из плотной ткани. Берется мешок, размещается гнездо, срезается острым предметом, плотно завязывается. И дальше уже, что делать с гнездом, по своему усмотрению. Помощь спасателями оказывается в том случае, если на человека напали насекомые. Либо у людей, которые находятся возле места, где обитают жалоносные насекомые, имеется аллергия. Или находятся малолетние дети или инвалиды. В этом году подразделения Вопройского гора и отдела по чрезвычайным ситуациям порядка 50 раз выезжали на оказание помощи по ликвидации гнезд жалоносных насекомых. Тепло, но дождливо. Понедельник выдался по-настоящему осенним. Воздух прогрелся до плюс 19. Практически весь день шел дождь. Надолго ли тренд? На завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В отдельных районах республики ожидаются грозы. По востоку пройдут сильные дожди. С юга подует порывистый ветер. Ночью воздух остынет до плюс 15 градусов. Днем потеплеет до 20. Нынешняя осень выдалась теплее нормы. Накануне днем максимальная температура воздуха составила плюс 24. Это почти на 10 градусов выше нормы. Остается надеяться, что и дальше октябрь будет таким же комфортным. Тропический шторм Гаммы обрушился на побережье Мексики. Удар стихии пришелся на курортный город Тулум на юго-востоке страны. Максимальная скорость ветра здесь достигает 110 км в час. Мощные дожди серьезно подтопили улицы. Циклон продолжает двигаться в северо-западном направлении. Проливные дожди обрушились на границу Италии и Франции. За сутки выпало 630 мм осадков. Спасатели уже обнаружили тела семерых погибших. Пропавшим без вести числится 21 человек. Материальный ущерб, нанесенный в области Пьемонта и окрестностами Ниццы, оценивается в десятки миллионов евро. Уничтожены несколько мостов. Десятки автомобилей утонули в жидкой грязи. Завтра в Бобруйске весь день будет идти дождь. Небо плотно затянут облака. Возможны грозы. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 16 градусов. Ночью похолодает до плюс 14. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!